10 ноября 1929 года в селе Бородиновка Варнинского района Челябинской области родился Михаил Федорович Нинашев. В годы перестройки одновременно председатель комитетов по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а также по телевидению и радиовещанию. Проще говоря, человек, занимавшийся всей прессой и в первую очередь телевидением. Послужной список у него на тот момент был впечатляющий. Секретарь Челябинского обкома КПСС, заместитель отдела пропаганды ЦК КПСС, главный редактор Советской России. Однако, по его признанию, становясь у руля всех СМИ страны сразу, он уже понимал, что партия находится в кризисе и перестройка в том или ином виде необходима. Вопрос только в каком именно? По всяком случае, свою власть, четвертую, Михаил Нинашев преобразовал как мог. Был возрожден КВН, появились прожекторы перестройки, будка гласности, до и после полуночи и взгляд, который просто перевернул все представления о телевидении. Возникли новые детские игровые программы. В общем, телевидение стало действительно интересным. Сейчас Михаил Нинашев говорит, что перестройка осталась незаконченной, потому что у другого Михаила Горбачева не хватило простой человеческой воли. Он считает, что Советскому Союзу нужен был свой Дэн Сиопин, Вацлав Гавил или Лех Валенца. Тогда бы все могло закончиться иначе. А так мы лишь получили плохую копию начала 80-х. В 2006 году Михаил Нинашев в Московском государственном университете печати создал кафедру периодической печати. Ей он и руководит почти 10 лет. Будем надеяться, что из-под крыла нашего земляка вылетят новые журналисты, которые смогут делать интересную прессу без ставшей привычной желтизны.